Меня зовут Анастасия Мазова. Я в рекрутинге, вообще в IT с 2008 года. Я работала в норвежском агентстве, потом в нескольких аутсорсинговых компаниях. И сейчас я работаю на фрилансе. И сегодня предлагаю вам поговорить на тему вдохновения в рекрутинге, которые очень легко потерять и потом непросто найти. И сразу хочу вас спросить, а зачем вообще нам говорить про вдохновение? Может быть оно вообще нам не нужно? Как вы считаете? Нужно. Зачем? Чтобы не быть роботами. Чтобы нас не заменили роботами. Еще что? Поменьше кофе. Нет, вообще вам нужно вдохновение? Я так понимаю, здесь рекрутеры, да, собрались? А ну поднимите руки, кто рекрутит? Все рекрутеры, хорошо. Коллеги, зачем вам вдохновение? Просто если вам не нужно, тогда вам доклад в принципе не нужен. Чтобы работать с удовольствием. Да. Еще версии? Ну тогда я скажу, зачем мне вдохновение. Может быть оно у вас тоже где-то откликнется в чем-то. Для меня вдохновение это, оно напрямую связано с эффективной результативной работой, потому что когда вдохновлен, ты проходишь все препятствия, все трудности, которые связаны и с узким рынком, и с отказами в процессе до выхода, да, человек на работу, пока ты найдешь того, кого нужно. Вдохновение для меня напрямую связано с душевным подъемом, энтузиазмом, который опять-таки помогает преодолеть все эти препятствия, внутреннее ощущение радости и счастья от того, что ты делаешь каждый день. И это возможность для меня, когда я вдохновлена работой, смотреть под другим углом на очевидные вещи и находить такие пути, которые как бы раньше были не так очевидны. Это лично мое восприятие вдохновения, поэтому для меня это близка очень тема. Я сегодня вам предлагаю поговорить о причинах исчезновения вдохновения в работе рекрутера именно, поговорить о способах его поддерживать. И потом предлагаю поработать в группах, чтобы отловить, чтобы понять, где эта точка невозврата, когда она накапливается, накапливается, вот это вот исчезает вдохновение. И потом уже очень сложно возвращать назад. И предлагаю опять-таки поработать в группах и обсудить, поделиться способами, которые для вас работают. Я поделюсь своими, и вы уже между собой поделитесь потом своими способами. Такой небольшой вопрос. Сколько вы в рекрутинге? Поднимите руки. Кто один год в рекрутинге? Один человек. Кто два-четыре года? Так, половина группы. И кто больше пяти лет в рекрутинге? Больше. Ветерана рекрутинга. Коллеги, на сколько процентов вы измеряете свое вдохновение вот в данный конкретный момент времени? 90-100 процентов. Кто? Два человека. Три. 70-90. Так, где-то 30 процентов. 60 процентов. Тоже где-то 30 процентов из нашей группы. И меньше 40 процентов. У кого она сейчас? Сюда такие не пришли. Коллеги, смотрите, я делюсь своим опытом. Вообще, как у меня родилась эта тема? Мое вдохновение в работе не так давно было где-то на 30 процентов. Вот именно вот рекрутить. При этом у меня было очень четкое понимание, что я люблю свою работу, я очень люблю то, что я делаю. Но у меня нет вообще вдохновения, энтузиазма что-то делать, закрывать вакансии, заниматься этой рутинной работой. Поэтому я начала анализировать свой опыт, свой путь в рекрутинге, и я поняла, что нужно четко понимать причину, что тебе мешает, что убивает конкретно твое вдохновение. И уже когда ты понимаешь, анализируешь эту причину, от этого идем дальше, уже ищем способы, как ее преодолеть, как ее обойти. Соответственно, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, почему исчезает вдохновение у рекрутера? Так, давайте я это запишу, потому что нам это потом понадобится. Так, долгая обратная связь, да? Так, не спешите, только повторяющиеся вакансии, то есть одни и те же, да? Одни и те же вакансии. Java надоело. Верю, знакомо. Что еще? Что там? Отказ от офферов. Очень актуальная тема, да. Капризуньки в смысле? Капризуньки. Капризы кандидатов, да. Капризы. Долго не закрывается вакансия. Так. Долго не закрывается. Какой сложный? Сложный заказчик. Очень знакомо, да. Сложный заказчик. Угу. Вася, может микрофон давать? Из Владивостока очень узкий рынок, и ты уже всех знаешь вдоль и поперек, да? Да, хочется сказать, что кандидатов, они либо уже у нас работали, либо мы их уже смотрели, то есть их настолько мало именно IT-специалистов, что ну ты просто роешься вот по кругу их ищешь, они приходят к тебе по кругу, потом уходят, потом снова приходят. И ты это иногда тоже уже, ты устаешь, хочется новых людей, там свежей крови. Я работала в маленьком городе Николаеве, очень знаком. Хочется, да. Так, просто свежая. Свежая кровь. Так, что еще у вас способствует тому, что ваше вдохновение вот улетучивается на глазах? Недооцененность. Недооцененность. Как рекрутера, Юля? Так. То есть недооцененность от… Микрофон, микрофон. Ну, например, вот ты кого-то с мигалками по конкурсу ведешь, да? А они думают, вау, я такой офигенный, а я еще хочу, еще хочу, давай мне еще другие компании. Он не понимает, что это твоя или там твоей команды сложная работа. И они не ценят вот этот именно вклад. Они думают, что они такие обалденные, поэтому все получается. Либо, если клиент тоже, ну, как бы, не считает, что ты какую-то большую работу делаешь, я все время говорю, что у нас в бэкэнде огромная команда, да, огромная работа. Они видят только вот, когда ты подаешь. Думают, что нам прилетают эти CV-шки, да, и мы передаем. С утра. То есть они не видят в этом огромный вклад твой. То есть недооцененности, да, со стороны кандидата и клиента. Интересная мысль, да. Так, что еще, коллеги? Что у вас в ваших случаях, да? Их много, а мы одни. И что это значит разве? Вакансий много, а HR один. Вакансий много. А имеешь в виду HR один, то есть это как рекрутер один или HR, который генералист еще занимается HR? И то, и то, да. И то, и то, да. Да, да, задач много, то есть это знакомо, да. Что-то еще, что у вас отвлекается? Да. Когда вакансий много и много людей уходит, то есть ты закрываешь, люди уходят, а команда не растет. Да, и ты вроде, люди выходят, ты закрываешь вакансии, но результат своего не видишь. Да, рекрутинг — это игра, в которую выиграть невозможно. Это правда. Погода, настроение, да? Ну, тоже, в принципе, да. Все мы люди, это нормально. Погода. Микрофон, микрофон. Может быть тоже, что работы столько много, она никогда не заканчивается? У тебя нет такого ощущения, что вот я все сделал, закрыл компьютер? Потому что когда ты открываешь, просто сыпется. То есть этого нет завершенности какой-то? Нет завершенности. Все время, ну, этот процесс, да, бесконечный. Да, да. На самом деле, продолжая вот эту тему, еще хуже, когда есть какой-то проект, который ты, вот уже у тебя оффер практически на руках с человеком, а компания говорит, знаешь, у нас тут поменялся этот, ну, движуха поменялась, нам эта вакансия больше не нужна. Такой приплыли, да? Это я называю рекрутинг, это лотерея, потому что ты на входе, ты не знаешь, что на выходе можешь получить ноль, столько работы проделано, внутренние перемещения, что-то еще, и уже оффера нам не нужны. Ну, извини, чувак. Это очень сильно, да, согласна, прям руки опускаются, потому что проделана большая работа. Да, что-то еще? Все назвали, да, что-то? Да. Больную мозоль наступила вообще. Вот когда ты, я особенно с релокацией работаю, да, там несколько человек, они его ведут по процессу, сеньора какого-то, а потом вот этот менеджер, который должен оффер сделать, ну, не продает это. Ну, и вот у вас такой огромный вклад, а он берет из-за факапита именно закрытие, вот этот close deal не делает нормально, потому что он не может вдохновить человека прийти на свой проект. То есть огромная работа нескольких людей, она вот просто одним человеком в конце перечеркивается, потому что он не продает, он не умеет, ну, он может быть айтишник, программист, он не может это продать в конце и отказывается от оффера из-за этого именно. Да, опять-таки работа проделана, то есть тут очень много прозвучало, что результат ноль, да, то есть ты делаешь работу, и когда нет результата, это от этого очень сильно опускается. Просто потому что в наших руках не весь процесс, что именно конечный результат зависит не от нас. Мы не можем ничего здесь делать. Да, мы не можем здесь поменять, потому что у нас такая работа, да. Смотрите, я хочу поделиться… Еще у меня такая мысль есть. То есть, наверное, может просто надоесть в какой-то момент, когда ты 10 лет занимаешься одним и тем же делом. Да, 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 это хорошая мысль очень. Думаешь, ну сколько можно в конце концов, да, вдохновение при этом теряется. Потом берешь себя в руки и еще 10. Да, поэтому на самом деле доклад назывался «Те, кто уже 6 плюс лет», то есть действительно это уже идет как рутина, и вдохновение постепенно уходит, оно накапливается просто. Вот эти причины, они так одна за одной, и если их не отлавливать, то потом такой кобзис наступает маленький. Смотрите, что я еще хочу добавить. Я еще хочу добавить пару стресс, потому что мы находимся в постоянном стрессе, и у нас работа нон-стоп. Скажите мне, пожалуйста, поднимите руки, кто в отпуске не работает? Люди, вы серьезно? Вот кто вообще не открывает почту, интернет, компьютер, телефон остается дома? Это сколько человек? Шесть человек? Ребята, надо переезжать в Россию. Вы из России? Как вам это удается? Вам не нужен этот доклад. Потому что среди моих коллег ни один человек в отпуске без компьютера не едет. Почта проверяется 24 часа в сутки. Просыпается, проверяется почта. Мои коллеги по предыдущим работам закрывали вакансии, будучи в больницах. И они этим гордились очень. То есть это вот этот стресс постоянно. Ты находишься, опять-таки вакансии валятся, валятся. И, как по мне, это тоже очень сильно влияет на нашу производительность и вдохновение. Про эмоциональную нагрузку мы, в принципе, проговорили уже во время общения с кандидатом. Рекрутинг лотерея проговорили. Еще хочу добавить, что у меня влияет на вдохновение. Это когда есть препятствия в процессах компании. То есть, например, тебе говорят просто нужен Java-разработчик. Вот иди и ищи, senior Java. Ни подробностей, ни деталей у тебя ничего нет. Или наоборот. Все нравится, кандидат нравится, и заказчик говорит, да, посмотрим еще 2-3 недели других кандидатов. В принципе, он нам понравился. Ну вот он же подождет нас, правильно? Он же не спешит никуда. Senior не спешат вообще ни разу. Поэтому и еще люди. То есть, когда есть конкретный человек или в менеджменте, или тим лид, кто нанимает, который как бы стопорит этот процесс. То есть, ты как бы идешь, а тебе вот все равно, но хопа, и стена там. И это не явно. Потому что когда явно, это легче, это пройти. А когда не явно, это надо еще время, чтобы это понять. Задач много, ты один проговорили. Узкий рынок. Сиди в труд, это относится к тем, кто уже больше 7 лет. То есть, когда это бесконечная работа, и у тебя она никогда не закончится. В принципе, если она закончится, то у рекрутера не будут работы. Ну, логично. На меня еще влияет нет ощущения роста и развития, когда ты уже не можешь посмотреть оптимально на какую-то вещь, уже такой замыленный взгляд. Определенная ответственность за жизнь людей. Согласитесь, что мы способствуем изменению работы, а я работаю с релокацией. Это вообще изменение страны, переезд семьи. И оно тоже немножко так давит, когда ты понимаешь, что от тебя многое очень зависит. От того, как ты подашь, насколько ты объективно расскажешь, чтобы кандидат принял решение. Грустные мелочи. Лично я с этим сталкивалась. Это когда есть у тебя лично, как у рекрутера, неудовлетворенность, недовольство каким-то проектом в компании. Например, там Legacy Code. Или вот чем-то ты недоволен в компании, и вот оно накапливается. То есть ты не можешь это изменить, тебе это не зависит, но оно очень сильно накапливается. И вот эти грустные мелочи, они тоже как бы так понакопительные идут. И неудовлетворенность себе, которая опять-таки накапливается, это когда приходит через время уже осознание, что либо я что-то делаю не то, либо внутренние показатели, каким ты хочешь быть, не соответствуют тому, какой ты объективна. Собственно, что делать? Мы сюда за этим и пришли. Я хочу с вами, коллеги, поделиться тремя… Вот я для себя выбрала три самые важные причины, которые для меня. Хочу поделиться способами, которые работают для меня. И потом я вам предлагаю объединиться в группы по тому, что у вас откликнулось по причинам, и обсудить в группах уже. Так, поехали. Первое. Это стресс и постоянная работа нон-стоп. Ну вот где-то у нас половина группы работает, да, вот постоянно на связи. В интернете, в отпуске. У меня отпуска нормального не было где-то с 2011 года. Вот я когда поняла, что я всегда на связи. Был отпуск, но я на связи, я работаю, я ищу там. Это не отпуск. Соответственно, вот первый метод, который я предлагаю, это определиться, для себя понять, а зачем вам нужно постоянно быть в интернете и на связи. Вот это так глубоко так внутренне копнуть. Вы хотите не пропустить движуху, которая в компании происходит за время, что вы отсутствуете. Это высокая личная ответственность рекрутера, что надо вот заказчикам из штатов, они там в 12 у них ночи как раз там активны, и надо срочно им ответить и назначить интервью, например, с кандидатом. Вот для себя понять, почему. Или вы получаете от этого реально кайф, и вам нравится там сидеть на островах и работать. Вот это очень глубокий внутренний вопрос, который помогает разобраться, потому что когда находишь ответ, то он оказывается не такой уж для тебя личный и важный, и можно побыть некоторое время не на связи, и это будет способствовать очень большому отдыху, во всяком случае для меня. Я, например, использую такую штуку, как тихий час. Несколько раз в неделю я ставлю телефон на самолетный режим, я выключаю компьютер. На три часа где-то зависит от потребности. И в идеале я ухожу вообще в парк гулять на природу. И вот этот тихий час, он помогает полностью перезарядиться. Я знаю, что мне сейчас никто не напишет, у меня не будет этой потребности достать телефон и проверить, а вдруг какое-то сообщение, я это пропущу. И за эти три часа, два-три часа перезагружаешься полностью. Это может быть в любое время, либо вечером. Просто я знаю, что среди моих коллег работают все, вот практически 24 часа, кроме там 6-8 часов на сон. Вот для меня тихий час прям работает, не выезжая из города, очень хорошо. Такой метод, как отлив, приливы и отливы. Когда очень сложный проект, то после него нужен такой как мини-отпуск, при этом не уходя с работы. То есть можно работать, ходить каждый день на работу, но не заниматься опять-таки суперсложным проектом. Можно что-то автоматически отвечать, что-то там базу ввести какую-то. Ну то есть такие от двух-трех дней до недели обычно требуются, чтобы восстановиться после очень сложной вакансии или проекта, которая тебя полностью вымотала. Вот это работает тоже. Ну разгрузить мозг — это, конечно, капитан очевидность. Лично я использую, я вообще в голове ничего не храню. Мне все напоминания приходят в календаре. То есть если я общаюсь с кандидатом, и он говорит, я буду через год рассматривать вакансию, я уже ставлю напоминание через год ему написать. Причем сразу у меня идет там вся по нему информация, чтобы я в примечании это все увидела. Потом просто беру и пишу. Это очень удобно, потому что чаще всего кандидаты говорят, что они через 2-3 месяца будут рассматривать, через год, о, через 6 месяцев. И не нужно бежать в АТС-ку и проверять, то есть там не приходят напоминания. Я использую календарь. Ну вакансии в Трелло — это понятно. Еще использую такая фишка — будильник на телефоне. Кто-то использует будильник на телефоне как напоминание? Да? Здорово. Мне очень помогает, потому что я могу там забыть, например, списали с кандидатом, он говорит, я после пяти буду на связи. Я могу это забыть. У меня стоит будильник на без десяти пять или на пять, он звонит, я не забываю позвонить, с ним созвониться. В общем, прикольная штука такая. Так, препятствия, процессы, люди. Значит, тут какое решение? Это я с этим очень сильно прям вот в этом погрязла в свое время и не могла найти решение. В общем, очень способствует визуализация проблемы. Здесь, то есть у нас была очень сложная вакансия, конкретный кейс. Очень сложная вакансия, то есть там были специфические технологии, они были не очень популярные и было, в принципе, сложно нанять. То есть у нас долгое время, ну вот мы смотрели кандидатов, они вроде как заинтересованы, но по факту там вот никто не выходит. Что сделали? Взяли период, три месяца. Сколько было заинтересованных кандидатов? То есть это те, кто уже готовы общаться по проекту, по тем технологиям, то есть полностью готовы идти на собеседование. У нас была возможность из Одессы работать и из другого города. То есть мы смотрим по цифрам. Отправлено на техскрин, отказ после техскрина, то есть темлит отвечает тебе. Проведено интервью с темлитом, и потом кого мы предоставили заказчику, соответственно, оффер или отказ от оффера. И вот где выделено здесь вот красным, да, вот там вот. Вот здесь был первый гэп, что у нас после техскрина очень большой процент отказа, прям колоссальный. И второй момент, это что до заказчика дошел из 19 только один человек. То есть получается гэп был полностью на нашей стороне. Было очень важно выяснить, где же вот это вот мешающее препятствие нам. Вот видим, что это в темлите, то есть у нас отказ после техскрина. И дальше я делала такую разбивочку, прям детально. Кандидат, город, переезд в Одессу. Почему показываем темлиту? То есть моя задача была поднять этот вопрос выше темлида, чтобы показать руководству, что проблема не во мне, что нужно что-то решать, либо закрывать вакансию. То есть эта проблема не во мне. Потому что так руководство считает, что поток идет, проблема в рекрутере. Сразу же как бы на рекрутера идут, что мы не нанимаем. Вот здесь вот это вот почему показываем темлиту. То есть тут была графа, конкретно это когда представляешь кандидата, что по нашим требованиям он полностью соответствует. То есть рекрутер уже провел работу, которая, то есть кандидат предварительно по той заявке, которая была, он полностью соответствует. И вот здесь все детали, которые конкретно по той вакансии были. Фидбэк после скрининга, то есть это то, что писал Team Lead, и фидбэк после интервью. Вот сейчас пройдемся детальнее, я вам покажу просто, чтобы было больше видно. Почему вот первая работа рекрутера, когда мы отправляем на техскрин? Вот, пожалуйста, по всем нашим требованиям. Десктоп есть, все технологии нужные есть, алгоритмы есть, которые нужны были, английский хорошо, все прекрасно, то есть как бы он должен дальше пройти. Team Lead отвечает, у него там 2,5 или 2,9 было опыт работы, то есть вот не хватило 3 месяца. Он говорит, у него нет 3 лет опыта работы, мы не будем его собеседовать на этот проект. Вот. Следующий момент, это уже после собеседования. Опять-таки, почему показываем Team Lead? Вот есть все наши требования, которые были, они соответствуют, но говорим о работе удаленно. И Team Lead подтверждает, да, у него хороший там опыт, все такое, но я не уверена, что его стоит процессить. И вот таких фидбэков у нас 19, да, и когда читаешь их все вместе, вот в одной табличке, ты понимаешь, что Team Lead такой очень скользкий, который где-то что-то не то делает. И когда мы это подняли на руководство, мы это все показали, всю эту статистику со всеми деталями, руководство уже тогда взяло в свои руки, тогда мы прекратили, то есть претензии к рекрутерам ушли, потому что вопрос был не в нас. То есть Team Lead говорил, что он хочет нанимать везде, удаленно, во всех городах. В результате оказалось, вот по вот этим ребятам, которые удаленно, что он ни одного не посмотрел, и либо после собеседования был отказ, либо на текст-скрининге. В общем, да, вот такая очень полезная штука визуализация, оцифровка проблемы. Про CISF of Truth. Это когда вакансий много, это все бесконечные ощущения. Первое, к чему я пришла, что кайф — это навык. И я предлагаю вообще каждый раз, каждый день очень осознанно подходить к работе, задавать себе эти три вопроса каждый день. Первый, зачем я в рекрутинге, в принципе, вот что я сегодня буду делать, зачем я сюда пришел. Второе, что меня зажигало в самом начале работы. И третье, собственно, что я здесь делаю до сих пор. Потому что бывает так, что ты перегораешь, и надо просто менять уже сферу деятельности. Если вас до сих пор мотивирует, вы понимаете, зачем здесь, то за вдохновением как бы не нужно будет никуда лезть, оно будет просто с вами. Про кайф — это навык. Это такая интересная штука, потому что все приходят в рекрутинг такие очень заряженные, с очень большим количеством энергии, энтузиазмом. И, в принципе, кайфуют от работы. Но потом со временем это уходит. И я стала в себе это тренировать. Вот именно тренировать. Каждый день задавая эти вопросы, возвращая себя к осознанности, зачем я сюда пришла, что я здесь делаю каждый день. Вот это вырабатывается как навык. Еще очень важный такой момент интересный. Как бы капитан очевидность. Все говорят, если ты будешь счастлив сам, то как бы все будет хорошо и с вдохновением, и с работой. И я для себя определила такие две вещи. Если ко мне приходят две задачи, когда первая я должен, а вторая, которая опять-таки по работе, то есть они в рекрутинге все, но вторая приносит мне личное счастье, радость, то я выбираю вторую, потому что в результате она приведет к моему личному счастью, которое отразится на работе, которое будет выполняться быстрее, эффективнее и лучше. Про Сизифа, вторую, еще какое решение? Это обратная связь. Меня очень вдохновляет, когда на этапе еще рекрутинга я получаю отзывы, например, написала классное сообщение, прям ребята говорят первое, ой, благодарю вас, вы написали такое хорошее сообщение, мне так не пишут. Или письмо, такое информативное, полезное, прям вот пишут ребята, что это было круто. И ты читаешь, даже если он отказывается, это так классно, потому что ты понимаешь, что ты делаешь не фигню, реально, ты делаешь классно, ты составил письмо, тебе кандидат ответил отказом, но как? То есть ты понимаешь, что ты развиваешься, идет развитие. Обратная связь после найма. Не так давно я к этому пришла, как-то оно было больше интуитивно, но сейчас вот прям, вот как прям по расписанию, можно в календаре ставить, обратная связь с кандидатами, которых наняли. Когда ты общаешься и говоришь, через месяц, ну как тебе, через два, ну вот как тебе. Если еще есть возможность, вы встречаетесь лично с ним, в компании, не знаю, где-то в кафе, если в одном городе, и спрашиваешь, и ты видишь, как человек говорит, мне понравилось, мне круто, благодарю, что вы помогли мне поменять работу, мне нравятся задачи. Это очень вдохновляет, и не нужно этим этапом, ну как, блин, нехту вот на украинском языке пренебрегать. Вот, то есть вот это вот общение личное после уже найма. Потанцуем. Это такая штука интересная. Я использовала в свое время гибкий график работы в IT-компании для того, чтобы в середине дня несколько раз в неделю на 2-3 часа уезжать на обед. Я занималась фигурным катанием, и я уезжала на спортивную тренировку прямо вот в обед. И это очень, это опять-таки было чисто интуитивно, но это повлияло. Всякие там серотонины, эндорфины вырабатываются в нужном количестве. Ты возвращаешься в таком… Мозг вообще отключается полностью, никакого интернета тебе на тренировке нету. Перезагрузка. И ты возвращаешься, когда во второй полный дня на работу, работаешь дольше, то это прям очень хорошо влияет. Не знаю, кто-то так делает, нет, в середине дня тренировку. Браво, два человека. И команда. Команда, вот тоже очень важно, чтобы была вдохновленная команда, чтобы… Это как бы капитан-очевидность где-то, но работала в разных командах. И когда рядом с тобой вдохновленные люди, которые каждый день ты можешь пообщаться, и ты получишь такой заряд, вы разделяете ценности. Ну это прям вот… Для меня это вот очень важно, чтобы я общалась не с какой-то унылой коллегой, которая… Ой, я никогда не закрою эту вакансию. Ой, смотри, мы уже работали. Вот Владивосток, да, вот девушка говорила, что если вот будут кто-то рядом ныть, и говорит, что мы никогда не закроем эту вакансию, что мы уже всех посмотрели, то вдохновения и близко не будет. А если будет человек, который… А давай другие способы, давай посмотрим там какие-то вебинары, давай еще посорсим. Ну то есть много же способов есть, как найти. Я просто работала в маленьком городе, как найти другие лазейки, найти этих кандидатов, не там, где искал раньше. Вот поэтому команда для меня очень важна. Ну что, коллеги, я предлагаю сейчас поработать в группах. У нас как раз есть на это полчаса. Редактор субтитров А.Семкин